В Тольятти впервые прошел чемпионат мира по зимним видам парусного спорта. И в этом году состязания, история которых насчитывает 40 лет, стали рекордными по количеству участников. Лед Жигулевского водохранилища собрал десятки спортсменов и любителей, для которых снег, лед и ветер — своя стихия. Организаторы еще до начала соревнования окрестили их самым жарким событием зимы. Соответствует ли такое заявление реальности, выяснил Кирилл Козин. Новые и новые испытания — все, что нужно настоящему экстремалу. И акватория Жигулевского моря такие возможности предоставляет. Бескрайним простором и сильному ветру прибавилось неожиданно теплое для конца февраля погода. И катиться тяжело, и пока до старта дойдешь, все ноги промокнут. В целом же погода выдалась соревновательной. Ветер каждый день был разный, а значит проявить себя могли все спортсмены. И те, кому штормовые порывы по душе, и любители легкого ветра. Ну а слякоть придала изюминки. Все-таки не зря организаторы окрестили чемпионат самым жарким событием зимы. Просто прекрасно, хороший, и мне понравился первый день. Так дуло, как следует. Это была сказка. Ну вот. И сегодня тоже ждем ветра. Если будет, попробуем на марафоне тоже участвовать. Конечно, есть у людей и небольшие травмы от того, что вот этот снег, эта жижа, она стопорит движение. И когда очень большая скорость, это может случиться очень резко, неожиданно. То есть, ну, это, конечно, опасно, но, в принципе, все вроде справляются. Основная дистанция чемпионата – курс рейс, гонки с движением на ветер и под ветер, дополнительные дисциплины, марафонские гонки, заезды на скорость и фристайл. Желающих испытать свои силы выдалось почти 300 человек из 11 стран. Соревнования стали самыми масштабными за все время существования Всемирной ассоциации парусного спорта на снегу и льду ВИСА. Подтверждение тому рекорд – самый массовый кайт-старт. 254 спортсмена, профессионалы и любители одновременно выехали на свои марафонские дистанции. Для нас это такой серьезный был вызов. Когда мы проводили первые оргкомитеты, мы до конца, наверное, все участники оргкомитета не представляли масштаб этого мероприятия. И сегодня мы видим, что спортсмены из разных уголков действительно приехали. Мы видели хорошее замилищное соревнование. Акватория Жигулевского водохранилища такой чемпионат приняла впервые. Ранее все соревнования, которые проводила ВИСА в России, проходили в Санкт-Петербурге. Тольятти с ролью хозяина справился. Кроме спортивной составляющей, на уровне удалось организовать и развлекательную. На набережной прошли концерт, мастер-классы и множество конкурсов. Кирилл Козин, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Новости губернии.